Мы очень часто оказываемся в ситуации, когда нас не понимают. Итак, Ксения Трифонова, директор по коммуникациям школы управления Сколково. 20 лет в коммуникациях во всех возможных форматах. Компания Кросс, компания Михайлов и партнеры, Российская ассоциация по связям с общественностью и многие другие крупные компании, в которых Ксения реализовала себя как коммуникатор. Мы счастливы, что сейчас Ксения работает директором по коммуникациям школы Сколково. Спасибо. Я Светлана Миронюк, в школе и проректор, и профессор. Проектор про цифровизации, профессор бизнес-практики и коммуникация. Моя основная прикладная академическая сфера интересов и сферы деятельности. Ну и заключаем у меня 30 лет практического опыта во всей коммуникационной индустрии Российской Федерации. От медиа до пиара, консалтинга, маркетинга. И я очень счастлива сейчас быть в образовании и заниматься коммуникациями в образовании. А начать мы действительно хотели с ситуаций, в которых нас не понимают. И как говорят в одной известной телевизионной передаче, внимание на экран. Включите, пожалуйста, нам видео. Google employees all over the world staged a massive walkout today. They accused the company of mishandling sexual misconduct allegations against executives. Jamie Ucas is outside Google headquarters in California tonight. Women's rights are workers' rights. Thousands of Google employees walked out of Google offices from Europe to Asia and throughout the U.S., citing what they call a destructive culture that condones sexual misconduct, discrimination and racism. I've had both a sexual harassment and a sexual discrimination case, and I was forced to use arbitration. Компания Google – образец корпоративной культуры. Компания, по кейсам которой мы учимся HR-практикам, мы учимся подходам к созданию корпоративной культуры. И мы, в общем, рассматриваем как один из академических образцов. 10 тысяч человек по всей стране вышли на демонстрации в связи с дискриминацией внутри компании. На самом деле не в стране, а в мире. Они вышли во многих странах мира и более чем в 40 американских городах в связи с дискриминацией и неправильными с точки зрения сотрудников культурными практиками внутри компании. Starbucks. 23-й год, в этом году в Сиэтле, в месте, в котором Starbucks как компания родился, протесты перед заседанием Совета директоров Starbucks с требованием изменить условия труда бариста в Starbucks. А бариста в Starbucks – это та главная ценность, которую Starbucks предъявляет рынку. Еще один пример, пожалуйста, оставьте нам видео. А 3 марта случилось то, о чем знает практически каждый. Руководство заявило, что с этого дня будет удерживаться заработный плац сотрудников пункта выдачи 100% стоимости вещей, которые возвращают покупатели по причине ошибки. Подмена или брака без возможности оспорить дальнейший штраф. Сотрудников явно не устроили такие правила и спустя нескольких дней, когда у большинства из них были минусовые счета, они пошли на крайние меры. А именно организовали забастовки, в ходе которых просили руководство отменить нововведение. Около 50 владельцев точек вышли к офису Бандбарис в Москве, чтобы привлечь внимание. Однако какой-то адекватной обратной связи добиться не удалось. Компания лишь заявила, что протестующих не более 0,1%, и все они не являются владельцами точек. А увеличение штрафов – это защита от сотрудников и покупателей, которые специально подменивают товары. Но на следующий день недовольных стало гораздо больше. Поначалу представители ВБ сообщили о том, что любая информация о закрытиях не соответствует действительности, но нескольких дней хватило для того, чтобы заметить реальность проблемы. Стали появляться сообщения о том, что некоторые пункты все-таки закрываются. Связано это якобы с бастующими сотрудниками, которые отказываются выдавать товары. Из-за этого пункты временно закрыли, а товары стали разводить по работающим точкам. В сеть также утекла информация, что сотрудникам из незакрытых пунктов деактивировали кнопку «Баланс», с помощью которой можно было бы вывести зарплату. Но начиная с 17 марта руководство Валберис приняло решение о пристановке действия данного правила. Они пообещали разобраться с приходящими штрафами и уже отменили несколько десятков тысяч из них. Вопрос штрафов и недопонимания между руководством и сотрудниками подняли даже на уровне Госдумы, который планирует создать новый закон для маркетплейсов по названию «Закон Бакальчу». Не только в Америке, не только глобально, но и у нас. Проблемы взаимного недопонимания между сотрудниками и руководством, между топ-менеджерами и персоналом, и командами выливаются в огромные скандалы и даже приводят к изменению законодательства этот сюжет. Спасибо диктору, который говорит в два раза быстрее, чем способно его воспринимать нормальное человеческое ухо. Но эту всю информацию он нам смог изложить. Изменения законодательства в сфере трудового регулирования зачастую становятся ответом на внутреннее недопонимание между топ-менеджерами, между владельцами и сотрудниками компании. Похоже, что многие из нас с этим сталкивались. И чем больше изменений будет происходить вокруг нас, чем больше изменений будет происходить во внешней среде, и в компаниях, в которых мы работаем, и в индустриях, тем больше мы стоим перед необходимостью артикулировать сложные управленческие решения людям. А это всегда не очень приятная задача. И как нормальные люди нам хочется избежать этой не очень приятной задачи. Будь то объявление изменения стратегии, которая затронет практически каждого, будь то цифровая трансформация, будь то внедрение искусственного интеллекта. Вот, например, сейчас школа проживает такую стадию, будет ее проживать в ближайшее время. Каким образом искусственный интеллект заменит наших дизайнеров или просто начнет помогать им лучше работать, ну и так далее. Рыночные изменения диктуют неприятные ситуации, в которых кому-то нужно рассказать о сокращениях, кому-то оптимизировать бюджеты, кому-то изменить широту управленческой сферы, или объявить новые условия труда. Я думаю, что многие из вас столкнулись со сложностью возвращения людей из удаленки. Правильно? Отправить в удаленку сначала было сложно. Приходилось прилагать усилий научить в этой удаленке эффективно работать, а потом оказалось еще сложнее вернуть. Вы, наверное, слышали, что и Сбер Игрев заявил всем вернуться на работу, очень многие другие корпорации. Школа Сколкова для себя выбрала другое решение. Мы сказали, не будем возвращать из удаленки. Пусть это будет нашим преимуществом, потому что есть нематериальные факторы стимулирования, в которых люди ценят эту возможность приезжать на работу не каждый день к 8 утра. Но это решение нашего топ-менеджмента, и пока оно для нас хорошо работает. В общем, мы, конечно, стараемся избегать этих сложных решений, перевалить их на кого-то другого, вызвать Ичара и сказать ему, иди, объяви им, вызвать заместителя или вообще постараться максимально избежать личного, своего собственного топ-менеджерского вовлечения в ситуацию объяснения другим людям вот этих самых сложных управленческих решений. Потому что мы сталкиваемся с тремя эволюционно понятными нам реакциями, как люди реагируют на любые изменения, на любую неопределенность. Изменения — это неопределенность. Я не знаю, что будет со мной дальше в условиях изменения в компании. От оптимизации до внедрения искусственного интеллекта. Казалось бы, это позитивная новость, но эта позитивная новость вызывает в людях оцепенение. Три стандартные эволюционные реакции — замри, бей, беги. Ну, бей вряд ли возможно, а вот либо замри, либо беги. Эти две реакции в сотрудниках и в людях мы очень часто наблюдаем. Еще одна вещь, которая происходит с сотрудниками, с командами, когда мы им объявляем об изменениях. Мы-то наполнены с вами радостью предстоящих бенефитов этих изменений. Что будет через три месяца, через полгода? Всем будет хорошо, думаем мы, в конечном итоге. Тех, кто с нами в командах работает, включается тоннельное мышление. Это когда мы не видим ничего ни слева, ни справа. Мы отметаем все возможные мелочи или детали. И у нас интересует только один вопрос сразу же. И мы на него никогда не даем с вами ответа. Это вопрос, а что будет лично со мной? А что будет со мной на вот этом моем уровне, на котором я нахожусь? Что меня ждет? И как мне к этому подготовиться? Мы сталкиваемся с вами с тем, что нам очень сложно понять, что люди хотят на самом деле. Потому что между тем, что они говорят, тем, что они на самом деле хотят, тем, как они считают, как правильно, у каждого из нас есть еще слой или какая-то определенная часть нашего я, которая точно знает, как справедливо и как правильно. И тем, что она заложена в глубинные ценности, что экзистенциально важно. Есть, друзья, большая разница. Мы думали очень долго, как это визуально или схематически изобразить. Ничего, кроме образа луковицы, не пришло в голову. Но эту луковицу, знаете, как луковицу 12-перстной кишки, простите за такое сравнение, мы поместили вот в сердце человека. Есть то, что мы говорим, то, что мы артикулируем словами. И это совсем не то же самое, что мы на самом деле хотим, в чем наша реальная потребность. И я сейчас расскажу об этом на примере. Это не то же самое или не обязательно то же самое, что должно быть как правильно, как справедливо. И, наконец, ценностно важные вещи. Мы не думаем с вами ценностями. Свобода, справедливость, здоровье будущих поколений. Мы не задумываемся над этими словами. Эти критерии не возникают в нас, но они точно у нас есть. Если очень сильно ковырять в себе, то можно понять, какие ценности базово в нас присутствуют, для нас важны и складывают нас как личность. Расскажу об этом на примере. И этот пример всем вам, если вы так или иначе с Москвой сталкивались или живете в ней, должен быть знаком. Это реновация. Вы помните, реновация была очень хорошим, отличным проектом про будущее нашей мэрии. Но то, как люди ее восприняли, как они на нее ответили, показало разрыв между тем, как мэрия понимает, что хотят люди, а как она способна на тот момент была артикулировать, что на самом деле за реновацией стоит. Вот мой пример простой – строительство жилого комплекса на месте парка. Девелоперская история. У вас под боком был парк, там гуляли ваши собаки, ваши дети, а компания девелоперская сказала, что сейчас мы построим там новый комплекс. Там будут отличные новые квартиры. И люди, которые протестуют против строительства жилого комплекса, выражают позицию. Мы против строительства жилого комплекса. И, скорее всего, в жалобах, в бумажках одиночного протеста, в выкриках людей услышите именно эту фразу. На самом деле потребность, которая за этим стоит, совершенно другая. Мы хотим сохранить парк рядом с нашим домом. И мы против жилищного комплекса, жилого комплекса, потому что мы хотим, чтобы был парк, потому что мы за парк. Это то, что заставило делать какие-то действия, писать жалобы, протестовать, кричать, писать мэру Москвы Собянину и выражать свое несогласие. На самом деле за этим дальше можно увидеть ожидания. Ожидание – это то, как должно быть по-правильному. Вот по-правильному, что наши дети должны иметь возможность гулять, дышать свежим воздухом. У них должна быть возможность играть, детская площадка, потому что парк давал им такую возможность. Ну и, наконец, совсем глубоко можно раскопать ценность, которая называется «Здоровье будущих поколений». Она вот именно прям так называется. У вас может не быть детей, но при этом здоровье будущих поколений, то есть здоровье вперед, экологическая ситуация, загрязнение воздуха, точнее чистота воздуха, экологичность продуктов и так далее, может вас при этом волновать. Это не конкретное будущее и ваше поколение, а это проекция здоровья в будущее. То, что нам экзистенциально важно. Кроме того, люди по-разному воспринимают информацию. Еще одна проблема, еще один фильтр, который нам мешает быть правильно понятыми, если нам приходится говорить о сложных, проблемных, неприятных вещах, связанных с жизнедеятельностью людей, с компаниями, с развитием, аналитики, люди, которые предпочитают полагаться в своей риторике, на цифры, факты, на точность формулировок, логики, которым важна схематичность, структурность и четкость изложения, структурированная информация, разбитые на этапы, харизматики, для которых важна большая красивая картина мира, нарративы, масштаб, глобальная цель и быстрое движение к цели и к результату. И люди, эмпаты, можно их назвать социалами, те, кому важно, что люди чувствуют, как они ощущают свое сегодняшнее состояние, и через это строят коммуникацию и свою картину мира. Так вот, как объяснять сложные управленческие решения? Ксения. Тут я перехвачу микрофон у Светланы. Я думаю, что этот домик хорошо знаком тем коллегам, которые работают в сфере коммуникации, в маркетинге или в пиаре. Это классическая схема, по которой строится любое сообщение, которое мы отправляем вовне. Крыша домика – ключевое сообщение, то есть то, что мы хотим сказать. Колонны домика – наши аргументы, которые поддерживают это ключевое сообщение. Но здесь ждется это все на цифрах, фактах, примерах, успешных кейсах и, конечно же, на ценности, миссии, философии и идеалах. В принципе, когда мы говорим о сложном управленческом решении, которое нужно коммуницировать внутрь компании, эта схема работает примерно точно так же. Давайте пройдем по ней и начнем с крыши, как бы это ни было странно девелоперам сейчас слышать, но тем не менее в коммуникациях это так. Начинаем с крыши. Правило номер один – слова имеют значение. И ваше решение, какую бы многостраничную стратегию, в какой бы сложный документ не было оно оформлено для совета директоров, должно быть сформулировано для коммуникации очень кратко, понятными словами, яркими образами. И вы должны с вниманием отнестись к смысловым оттенкам, потому что это очень имеет большое значение. Говорим ли мы об оптимизации или о сокращениях, об увольнениях или все-таки оптимизации? Между этими понятиями в ситуации стресса, о котором говорила Светлана, для людей лежит огромная долина. Я рекомендую проверочное упражнение для этого этапа. Когда вы пытаетесь из большого документа, из большого решения сформулировать то самое короткое решение, которое будете коммуницировать любой аудитории, будь то внешние или внутренние сотрудники, будь то департамент или огромная корпорация в целом, попробуйте мыслить заголовками. Вот как мы открываем с вами прессу и смотрим на заголовки. И какие-то заголовки, что называется, цепляют нас каким-то крючком и заставляют открыть публикацию, а какие-то нет. Примеры. Например, как делать не надо. Первый заголовок, он абсолютно пустой, ни о чем. Нам непонятно, зачем открывать эту публикацию. Точно так же, если подобным образом будет сформулировано управленческое решение, без конкретики и без какого-то цепляющего смысла, никто не прислушается и не воспримет информацию так, как вы хотели бы. Либо второй заголовок, приведенный на этом слайде, первые годы мы разрушали стоимость компании, не говорит ни о чем хорошем. Существует как раз-таки какие-то проблемы и сложности. Хотя, наверное, по сути, если почитать материал, речь идет о том, как компания заработала большие деньги. Но не могу не сказать и о хороших примерах, на которые можно было бы ориентироваться. Например, лавка-лавка меняет владельца. Хорошо звучит. И, в принципе, внутренний проект по коммуникации этих изменений можно было бы назвать так. Лавка-лавка меняет прописку. А следом за пропиской каждый из нас переезжал, менял прописку и знает, что за этим следует целый набор процессов и действий, которые могут быть болезненными, могут быть неприятными, могут быть долгими. Но в итоге все случается хорошо, и мы живем счастливо на новом месте и в новых обстоятельствах. Либо вот, это наш пример, школа управления Сколково, начало 22-го года, когда очень сильно изменилась для нас внешняя среда. И те вопросы, которые нам стали задавать и извне, и изнутри, а что мы будем делать дальше, останавливаемся ли мы, или идем дальше. Собственно, и во внутренних коммуникациях, и во внешних мы выбрали посыл о том, что надо работать, не стоять на месте и делать все, что возможно в данных обстоятельствах. Второе правило. Светлана упомянула о четырех типах людей, которые по-разному воспринимают информацию, и им нужны разные аргументы. Если в нашем домике на схеме было три колонны, то на самом деле аргументов надо подбирать по четыре типа разных людей. Кому-то, харизматикам, нужна большая идея. Мы идем вперед в светлое будущее, завоевывать мир, строить новую великую компанию, побеждать мировых лидеров и так далее. Для кого-то нужны цифры, статистика, сколько мы сэкономим, сколько мы заработаем, какие финансовые результаты нам принесет то или иное управленческое решение. Кому-то нужны эмоции, объединиться, вместе погрустить или вместе порадоваться. То есть каким-то образом объединиться на эмоциональном уровне. И важно, какой-то части людей нужны конкретные действия. Ответ на вопрос, что я должен буду начать делать завтра утром или перестать делать завтра утром. Эти аргументы должны быть у вас заготовлены. И если вы готовите свое выступление перед сотрудниками, сообщая о каком-то сложном решении, о чем-то новом, то лучше в этой речи иметь все четыре типов аргументов. И третье правило — повторять, повторять, повторять. Светлана упомянула разные реакции на стресс у людей. Но одна из реакций, которую наблюдаем мы, коммуникаторы, люди перестают воспринимать информацию, тем более с первого раза. Поэтому в ситуации каких-либо изменений, будь они позитивные или негативные, повторять про эти изменения нужно в 6-8 раз чаще, чем мы привыкли общаться и коммуницировать с аудиторией, и делать это в разных форматах. В этом смысле не могу не перекинуть мостик к теме всего сегодняшнего нашего события, конструктивизму и, собственно, к началу 20 века. Я считаю лично, что 20-е годы — это расцвет коммуникационной индустрии в России, потому что для коммуникации были использованы наиболее разнообразные форматы, чтобы разные аудитории с разным уровнем образования, с разным отношением к тому, что происходит, с разным опытом, с разным бэкграундом восприняли ту новую реальность, которая наступала в стране. Например, этот знаменитый плакат сфотографировал Александр Родченко, Лейлю Брик, и разлетелся он на долгие годы, очень часто тиражируется, но также мы должны помнить о «Синих блузах». Это группы театрализованные, которые путешествовали по всей стране, и новости из газет представляли в виде мини-театрализованных представлений, только потому что многие люди не умели читать. Или радиоточки, которые стали появляться в городах для анонсирования каких-то событий, ткани, на которых печатались рисунки, символизирующие те или иные достижения. Вот этим можно вдохновляться, говоря о правиле номер три. Не повторять одно и то же в одном и том же формате, а искать множество новых форматов, которые доступны нам сейчас еще больше благодаря диджитал-среде. Она более гибкая и дает нам больше возможностей. Спасибо. Правило номер четыре, которое мы подумали, может быть, вам интересно. Назвали его «Инсайд-аут», так называется, мультик-головоломка, по-моему, который, голливудский, да, который несколько лет назад был очень популярен. В условиях неопределенности изменений, даже, повторю, если эти изменения вы, как руководители, думаете, что они позитивны, совершенно не очевидно, что ваши сотрудники будут воспринимать их позитивными, в этой ситуации с людьми срабатывает эффект негативности, так называемая ментальная ловушка негативности. Мы во всем хорошем все равно видим плохое и акцентируем свое собственное внимание на этом плохом. Как с этой ловушкой негативности можно справляться? «Инсайд-аут» снаружи. Можно валидировать свои программы развития, свои стратегические изменения, технологические переходы через внешние каналы. И очень часто многие компании это делают. Выходят руководители, топ-менеджеры и рассказывают о стратегии развития компании, внутренней стратегии развития компании в изменениях в HR-среде, в культуре компании, о программах развития. Рассказывают об этом в паблике, рассказывают в коммерсанте, рассказывают в интервью. Зачем? Затем, что внешняя валидация дает нам больше основания отказаться от негативного восприятия, снять с себя этот фильтр, ловушку негативности и воспринимать эти самые изменения. Мы как бы получаем подсознательное подтверждение, гарантированное общественным мнением средства массовой информации, что все действительно будет так, как говорит нам этот парень под названием наш SEO, а вовсе не принесет нам потери или какие-то негативные результаты. Общественное мнение внешне имеет хороший эффект на влияние, эффекты влияния на решения и действия сотрудников компании. Если вы умеете им управлять, то в плюс, если вы пропускаете его на самотек, то в минус, потому что 80% репутационных проблем Air France, которые мы с вами видели, или компании Wildberries приносят крупным компаниям сами же сотрудники нерешенные проблемы внутри этих компаний. Вот этот правил Inside Out может работать как усилитель ваших стратегических решений, но может работать как бомба замедленного действия, если коммуникация не сложилась, если понимание не наступило, если стороны находятся в состоянии деструктивного конфликта, как в истории с Wildberries. Еще раз повторю это. Пример такой внешней валидации, когда мы извне объясняем изменения внутри. Мне нравится этот пример с моим товарищем Игорем Мишиным, когда он объявил об изменениях в Кион и нашел очень емкие и хорошие формулировки. Мы теперь из стартапа становимся платформой и серьезной компанией. На самом деле через это он рассказывал самому Киону про изменение структуры управления, новую стратегию компании. Новая стратегия компании – это новость, ориентированная вовне. Изменение структуры управления – новость, в первую очередь, ориентированная внутрь. Но он грамотно эти решения через публичные каналы доносит до своих же собственных сотрудников и еще и образы дает. Был в коротких штанишках, сейчас одену костюм, галстук, ну и буду приличным человеком. А значит, эта структура изменений из коротких штанишек еще будет значить и плюсы, и бенефиты, и в пакетах, которые, возможно, получат сотрудники или те, кто в этой компании вырос. В общем, это хороший способ работать inside-out, коммуницировать inside-out. Еще одно правило, не мы придумали, придумал его один, да, очень известный человек, и все его знаете. И он сказал, если лидер шкуру в игру не положил, ничего не случится. И в бизнесе ничего не случится, если у лидера шкура не в игре. И в коммуникациях тоже ничего не произойдет, если шкура в игру не положена. Что такое шкура в игру? Это четко назвать риски свои и других людей. И четко под этими рисками и выигрышами подписаться и своими, и своих сотрудников. Вот если это искренность, это так называемая новая искренность SEO, если она не положена в эту игру, если она не вынесена в коммуникацию, то будет прекрасный процесс имитации с обеих сторон. Я имитирую, что я вами руковожу, а вы имитируете, что вы меня слышите и действуете со мной как одна единая команда. Потому что каждый человек, для того чтобы справиться со своим туннелем, который у него включился, справиться со ступором, в который он впал, долгосрочный ступор происходящих изменений, должен четко понимать свое место, свой смысл, свою роль и ожидания ваши от него. Задача руководителя по всем этапам, по всем уровням компании это понимание, этот смысл донести. И вообще управление изменениями происходит в большей степени через коммуникацию, чем через любые другие каналы и инструменты. Нам кажется, что такой простой коммуникационный процесс на самом деле определяет, складывается цифровая трансформация, например, в компаниях или нет. Как мы знаем, до 80% цифровых трансформаций заканчиваются ничем, не потому что план был плохой, не потому что ресурсов не хватило, а потому что люди забуксовали, потому что у людей не нашлось мотивации или формальных и неформальных, очень важно, лидеров, которые помогают в коммуникации этих самых изменений. Всегда есть не только формальные лидеры, не только назначенные SEO, но и те люди, ко мнению которых прислушиваются сотрудники, прислушиваются команды, и эти люди должны быть на вашей стороне. Тем или иным способом это люди, которые влияют на то, как в конечном итоге пройдет программа изменений. Мы хотели закончить на очень хорошем примере. Давайте не выходим. Кто-нибудь смотрел этот фильм? Да. Для тех, кто не смотрел, краткое содержание предыдущих серий. И, значит, топ-менеджер Ка, как, наверное, сейчас принято говориться, из Майами, из главного офиса компании, приезжает на завод в маленький провинциальный город и начинает там масштабную перестройку, наживая себе тем самым достаточное количество врагов среди местных сотрудников, которые совершенно ее не поддерживают. Но по ходу всех этих событий она сама влюбляется в город, в предприятие и хочет ему помочь. А что за предприятие? Они производят какие-то продукты питания, батончики. И когда-то это предприятие производило и йогурты тоже. И она пробует в гостях у одной из местных жительниц ее собственный пудинг, называется тапиока. И эта тапиока очень всем нравится, и все охотятся за этим рецептом. И, собственно, героиня Эрнеза Львегер в своем главном офисе в Майами договаривается с топ-менеджментом компании, что она перестроит предприятие под производство нового продукта, инновационного, неизвестного, тапиоки. Ей говорят, окей, но под твою ответственность, под риском твоей будущей карьеры, и договаривайся с ними сама. И вот мы хотим показать вам фрагмент фильма, в котором, собственно, она приезжает обратно из Майами в этот северный городок и убеждает сотрудников фабрики попробовать сделать этот новый продукт на свой страх-риск. И там появляется неформальный лидер, который помогает ей эту работу сделать. Пожалуйста, поставьте нам этот кусочек. Это наш план. И придется отладить старое оборудование для йогуртов. Поработаем сверхурочно. А нам за ночные смены заплатят? Нет. И если Майами не купит, мы только кишки порвем. И все равно, прощай, завод, прощай. Да, да, я не буду вам лгать. Именно так и будет. Но если откровенно, то я, как и вы, тоже окажусь безработной. Я ставлю на кон свою карьеру. Зачем, я не знаю. Разве я думала раньше, что все это так важно? Нет. Ну, а сейчас, да. Да, разумеется, очень важно. И мы уж точно сядем в лужу, если испугаемся. У тебя есть дела поважнее, Ларс? И я очень сомневаюсь, что работодатели будут драться за тупого лентяя вроде Бола. Завод могут закрыть. И наш город зачахнет. Но если это и суждено, я не хочу думать, что эта девчонка дала шанс. А я сидел сложа руки. Я с вами. Вот такой хэппи-энд. И нам кажется, что такое бывает только в кино. Но на самом деле нет. Если мы с вами внимательно послушаем монолог главной героини, то в нем будут ровно все те правила, которые мы озвучили. Она говорила кратко, она прозрачно ответила на все вопросы, она точно рассказала, что будет происходить, и чем придется пожертвовать каждому из находящихся в этом зале, в том числе и ей самой. И, конечно же, она положила куру в игру, которую радостно приняли все участники. И, в общем-то, проект их удался. Забегая вперед, опять-таки для тех, кто не смотрел этот фильм, проект удался. Все получили большие дивиденды. Завод и город был спасен. Все были счастливы. Спасибо. Спасибо.